В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения завершился второй международный этап 23-го фестиваля студенческого кино «Питер Кит». Больше всего меня впечатлил труд огромного количества людей, который реализовался в этом фестивале. Это и студенты, это и кафедры, кафедры актерского, кафедры медиакоммуникационных технологий, кафедры режиссуры телевидения, это международный отдел, это дети, которые делали дневник фестиваля, которые помогали, ваш отдел, который помогал освещать. То есть количество людей, мне кажется, это несколько сотен человек, которые работали на открытие, на закрытие, на проведение, на организацию данного фестиваля. Вот это действительно впечатляет. В течение пяти фестивальных дней участники, студенты «Гикит» и все желающие посещали конкурсные кинопоказы, мастер-классы от представителей жюри, режиссеров, актеров, кинооператоров. Я представляла свой короткометражный игровой фильм «Выходной» и по возможности посещала программу. То есть мне очень понравилась программа полнометражная, полнометражных фильмов, а также мастер-классы были интересные. То есть я на все ходила и многое для себя почерпнула. Из программы конкурсной, студенческой, я бы выделила анимацию и неигровые фильмы. То есть вот это наиболее меня тронуло. В этом году на фестиваль было подано более 500 заявок из сотники на школ 50 стран мира. В программу основного конкурса были отобраны 49 короткометражных и 4 полнометражных фильма. Из них 15 – победители первого внутривузовского этапа конкурса. Более 100 работ поступили на сценарный конкурс. Члены жюри проделали большую работу. Работы довольно сильные, потому что мне так или иначе приходится смотреть. Бывает много студенческих работ. И частенько уровень, конечно, такой слабый. Но здесь на фестивале, я вот еще раз хочу повториться, что и сам фестиваль очень на высоком уровне и организован, и работы, которые на фестиваль попали, они тоже очень отборные. Поэтому мне кажется, что фестиваль должен расти, и уровень работ тоже должен расти. Мне кажется, что все получилось. Обидно только одно, что не все участники фестиваля, которые прислали свои работы, смогли сюда приехать. Это действительно обидно, потому что в прошлом году, когда здесь были и представители Израиля, и представители Чили, и мы смогли даже оплатить им билеты, чтобы они приехали в наш Петербург и увидели, что такое настоящий студенческий фестиваль, это было действительно вдохновляющим моментом. В этом году, к сожалению, мы ограничены были и в средствах, и в возможностях, и мы не смогли всех привезти. Впрочем, почти все победители номинации фестиваля получали свои награды лично. Так, приз за лучший анимационный фильм завоевала лента «Компромисс» режиссера Анны Исаковой из Уральского государственного архитектурно-художественного университета им. Алферова. Я очень хочу поблагодарить свою команду, моих замечательных друзей и художников-постановщиков Василису Макшакову, которая в зале видит, и Ваню Ханжина за то, что фильм состоялся, каким он состоялся. Лучшим игровым фильмом признана лента «У тебя все хорошо» режиссера Данила Сергеева из Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова. Он очень хотел приехать, но он работает помощником худпоста, вот сейчас на смене. Вот он прекрасное кино, посмотрите, очень талантливый человек. Я ему все передам, он будет очень счастлив. А приз за лучший неигровой фильм получила работа «Горький мед» режиссера Юлии Макаровой из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Над созданием фильма не так много человек работали, всего шесть человек. На площадке писал звук Семен Дмитриев, и с нами был оператор второй камеры Настя Улкинова. Звук делает сейчас на посте Александр Казнов. Им всем большое спасибо. Также спасибо сестрам, девочкам, которые были на пасеке, которых мы снимали. Приз за лучший полнометражный дебютный фильм получила картина «Край надломленной луны» режиссера Светланы Самошиной. К сожалению, не могу быть лично, заболела, проснулась с огромной температурой. Спасибо большое фестивалью, спасибо огромное жюри, это очень-очень ценно. Спасибо большое за внимание к фильму и за то, что отметили его на фестивале. А в конкурсе сценариев победила Наталья Волкова из ВГИКа со сценарием «Похороните меня по своему обряду». Я хотела создать третью работу, как важно не бояться смерти, потому что я сама ее боюсь. И надеюсь, кому-нибудь это поможет воспринимать похороны, вообще жить более легко. В рамках фестиваля «Петеркит» проходил и Международный молодежный фестиваль цифрового медиаискусства «Диджитал Медиа Арт Фестиваль». Его победители наградили также на церемонии закрытия «Петеркита». Гран-при удостоена видеоигра «Спрингборд» режиссера Виктора Красненкова. И, наконец, гран-при второго этапа фестиваля «Петеркит» получила лента «Бэбия, бабуа, анзорик, я и мама» Раула Гейдарова из ГИКа. Мнение жюри «Петеркитаса» впало с мнением зрителей. Лучшим фильмом по мнению зрителей стала эта же лента. Был четвертый курс, я учился в ГИКе, мастера сказали, нужно делать диплом, писать сценарий. Я сначала писал то одно, то другое, я не мог найти материал для диплома. А потом просто как-то я сел и подумал, надо написать просто о себе, о своей жизни, о своем детстве. Я просто сел и за день написал, просто вот написал про то, что у меня, ну, по-настоящему как-то болит, болит у меня семья. И хотелось как-то написать про них, как я их люблю, как мне их не хватает, как нам было все вместе хорошо. И вот такая вот, ну, трогательность в этом всем была. А я написал вот про своих любимых людей. Вот все очень просто. Раул Гейдаров ранее закончил и ГИКИТ. И, как признался режиссер, чувствительность и эмпатичность ему привели главным образом в Петербургском киновузе. Раул Гейдаров